с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 11 сентября всероссийский день трезвости праздник появился в 1913 году когда русская православная церковь определила провести его великий церковный праздник усекновение главы иоанна предтечи в советском союзе праздник естественно не отмечался но традицию возобновили в 2005 году в царской россии в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков в православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни ну а затем проводился молебен иоанну предтеча который проповедовал отказ от горячительного каждый желающий мог дать обет трезвости который благословлялся священником сколько было вариантов борьбы с пьянством конечно же день трезвости хороший день но он один день победы русской эскадры над турецкой эскадры у мыса тендра отмечается сегодня а также 11 сентября день граненого стакана именно в этот день в 1943 году с конвейера сошел первый граненый стакан знакомого всем нам советского дизайна который был создан вероятно одной из самых известных советских художниц верой мухиной впрочем это не доказано до этого граненые стаканы были совсем другими справедливости ради следует отметить что были они в далеком прошлом и не только в россии достоверно известно что именно в сша в двадцатых годах 19 века изобрели изготовление стаканов методом прессования именно по этой технологии и производились граненые стаканы советском союзе у родившихся 11 сентября 1862 год в этот мир приходит о генри уильям сидни портер американский писатель автор 280 рассказов да еще каких например королей капуста в 1877 году родился феликс эдмундович дзержинский революционер создатель и глава вы чека нарком путей сообщения глава в снх феликс дзержинский говорил о терроре о путях спасения заговорщиц к революции в его изможденном лице лихорадочно блестящих глазах заостренных чертах чувствовался фанатик по иронии русской истории и русской революции человек вставший во главе террор рабочей крестьянской россии не был ни рабочим не крестьянином не русским он родовитый дворянин помещик поляк так писал о нем роман гуль 1935 году 1894 год день рождения александра довженко украинского кинорежиссера мыслителя писателя и художника его фильм земля вошел в число 12 лучших фильмов всех времен и народов 1900 год в этот мир приходит семён лавочкин советский авиаконструктор дважды герой соцтруда член-корреспондент академии наук ссср генерал-майор инженерно-технической службы под его руководством создаются истребители великолепно проявившие себя в годы великой отечественной войны после которой конструктор создает сверх звуковой истребитель ла-190 и все погодные двухместный стремитель ла-100 зенитные управляемые ракеты и межконтинентальную крылатую ракету буря в 1928 году родился всеволод ларионов актер театра и кино его первая роль 15-летнем капитане а затем обыкновенное чудо тут самый мюнхаузен интер девочки и многие другие в 1935 году родился герман титов второй советский космонавт первый в мире человек который провел в космосе более одного дня ну а в 1937 году родился иосиф кобзон народный артист ссср эстрадный певец профессор российской академии музыки имени гнесиных депутат госдумы как говаривал о нем михаил михаил жванецкий в одном из моих интервью просто замечательно характеризовал иосиф кобзон тире это ж надо так петь ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1598 год через 9 месяцев после смерти царя федора иоанновича последнего рюриковича на русском престоле в успенском соборе московского кремля венчался на царство боярин борис федорович годунов шурин покойного государя и фактически регент в последние годы его правления корону ему предложил никто иной а как первый патриарх московские всея руси и of который сам был посвящен сан в 1589 благодаря содействию того же годунова принимая благословение высшего церковного иерарха борис который до того дважды отказывался от трона и принял его лишь после избрания земским собором и просьб сестры царской вдовы скричал отче великий патриарх бог свидетель что не будет в моем царстве бедного человека буквально через несколько лет в московском государстве разразился страшный голод 1821 год торжественное открытие александровского сада парка в центре москвы даты основания принято считать 1812 сады на месте русла убранной под землю реки неглинки были разбиты по проекту архитектора осипа боя в рамках плана по восстановлению москвы после знаменитого пожара двенадцатого года по первоначальному плану создавалось три сада верхний средний нижний которые разделены троицким и боровицкими мостами и назывались они кремлевскими в 1856 году сады были переименованы честь императора александра первого 1973 год чилийские военные силы во главе с главнокомандующим сухопутными силами генералом аугуста пиночетом осуществляет государственный переворот в стране объявляет усвержений президента сальвадора альенде первого в южной америке свободно избранного президента социалиста он погибает во время штурма президентского дворца все политические партии входящие в блок народное единство запрещаются а их руководители рядовые члены подвергаются жесточайшим репрессиям уже в первые дни жертвами карательных отрядов станут более 5000 человек главный стадион страны в сантьяго превращается в концлагерь что служит поводом для отказа сборной ссср по футболу от проведения ответного матча со сборной чили за путевку на чемпионат мира по футболу какой уж там спорт когда в стране настоящая война 2004 год светлана кузнецова одолев свою соотечественницу елену дементьеву в сенсационном русском финале теннисного первенства сша united states open первый из россиянок завоевала титул чемпионки сша в женском одиночном разряде это третий по счету турнир большого шлема выигранные россиянками в триумфальном для них 2004 в июне и в июле анастасия мыскина и мария шарапова выиграли соответственно открытое первенство франции турнир роланда гарос в париже и элитарный лондонский умблдон а в ноябре шарапова добавила к этому списку еще и победу в лос-анджелесе ну и последнее 2001 год на территории сша захвачено 11 авиалайнеров первые два самолета боинг 737 и боинг 767 с интервалом в 20 минут рухнули на здание всемирного торгового центра в нью-йорке в результате взрывов башни близнецы обрушились их обломки раскиданы по всему манхэттену более четырех с половиной тысяч погибших в южной части манхэттена уничтожена треть всей офисной площади 100 тысяч человек просто лишились рабочих мест финансовые потери оцениваются 83 миллиарда долларов третий самолет падает на западное крыло пентагона четвертый летевший по маршруту нюарк сан-франциско рухнул в пенсильвании 5 разбивается неподалеку от питтсбурга 6 сбит истребителем f17 противовоздушной обороны соединенных штатов над окрестностями вашингтона 7 с 54 пассажирами на борту рухнул в вашингтонском аэропорту даллас 8 самолет силы пво сша вынуждает к посадке в районе загородной резиденции президента сша кэмдэвид штате виржиния начинается новая эпоха в соединенных штатах америки и не только в них с вами был николай пивненко в проекте дата